Меня арестовали за две кражи, которые я совершил, чтобы заплатить за свое пристрастие героин. В итоге я провел пять лет в тюрьме штата Аризона. Не прошло и нескольких дней после моего освобождения, как я снова стал выпивать и курить марихуану. Вскоре я снова был пойман на незаконных действиях и меня вернули в тюрьму. И мне стало важно разобраться, куда я двигаюсь и что делаю со своей жизнью. Я начал верить, что Бог пытается мне помочь, так как у меня было отчетливое ощущение, что Бог рядом, но я не мог понять почему. Наконец я опустился на колени и, пожалуй, впервые за 11 или 12 лет искренне помолился. Я сказал, Бог, я верю, что Ты есть, и я верю, что Ты пытаешься помочь мне. Вот только я не понимаю, почему. Почему Ты хочешь мне помочь? Я преступник, я наркоман, я алкоголик, и я даже не пытался следовать за Тобой. Почему Ты хочешь мне помочь? Я получил ответ на ту молитву в виде чувства. Вот здесь. И слов, которые я отчетливо расслышал, Марк, просто потому что я люблю тебя. Я встречался с этой девушкой, когда учился в университете имени Бригома Янга, месяцев пять или шесть. И в тот день, когда я попросил ее стать моей женой, она решила бросить меня. А на той неделе я ходил к стоматологу, и мне удаляли нерв. И стоматолог прописал мне таблетки от боли, и у меня сразу же зазвенел тревожный звоночек в голове. Еще до того, как мне выписали новый рецепт, я нарушил предписание врача и стал принимать от четырех до шести таблеток, каждые один-два часа. У меня не просто случился рецидив, я докатился до того, что стал жить на улице и попал в самую серьезную зависимость в своей жизни. Я совершил ограбление. Войдя в магазин, я сказал тому парню, слушай, мне нужны твои деньги, я не причиню тебе вреда. Я просто держал при этом руку в кармане, и потом я ушел. Прячась в кустах у дороги, наблюдая за проезжающими и проходящими мимо полицейскими патрулями, я чувствовал себя полным негодяем, жуликом и лицемером. У меня все стояло перед глазами лицо того парня, его испуганный взгляд. Как я мог поступить так с другим человеком? Я чувствовал себя полным ничтожеством, ведь Бог однажды спас мне жизнь, а я выбросил ее на помойку. Я смог снять пистолет с предохранителя и зарядить его, как вдруг весь мир погрузился в тишину. Звуки сирен, шум машин, все вокруг умолкло. И я услышал эти слова. Я все еще здесь. И я спросил, как? Почему? После всего, что я сделал, после всего, что ты сделал для меня, как ты можешь все еще быть рядом? Но я знал, чей это был голос. И я знал, что он реален. Наконец, я вышел из кустов и направился прямо к полицейским. Я подошел к ним и сказал, я тот, кого вы ищете. В итоге я провел 9 лет в тюрьме, но знаете, 9 лет — это небольшая оплата за то, чтобы вновь обрести жизнь. Ведь я смог найти любящего Бога, который был со мной на каждом шагу моего пути. А если и были такие моменты, когда мне вовсе не казалось, что он рядом, то лишь потому, что я не искал и не смотрел. Я вышел на свободу примерно 16 лет назад. Я встретил женщину, мы скоро будем праздновать 15-ю годовщину нашей свадьбы. Наш сын, которого мы назвали Амон, родился рождественским утром, 7 лет назад. Господу известно, с чем мы сталкиваемся, что все мы вновь и вновь грешим и лишены славы Божьей. Он знает славость человека и как помогать искушаемым. Он учит нас молиться всегда, дабы не впасть на выскушение. Нам велено взывать к Богу о милости, ибо Он имеет силу спасать. Он заповедует нам каяться и прощать. И хотя покаяние не дается легко, если мы всем сердцем стремимся повиноваться Его Евангелию, Он дает такое обещание. «Истинно говорю я вам, несмотря на ваши грехи, чрево мое преисполнено сострадание к вам. Я не отвергну вас окончательно, и в день гнева я вспомню милость». Спаситель хочет прощать. Субтитры создавал DimaTorzok